Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике на сегодня, если рассматривать в динамике последних двух недель, характеризуется определенной стабильностью. Количество выявленных больных остается в одинаковом количестве. За последние сутки выявлено 58 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зафиксировано 25 новых случаев, в Мерденском районе 11, в Мерденгринском 6. От одного до пяти случаев зарегистрировано в восьми районах республики. Все лица, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, находятся на лечении в наших больницах. Соответственно, Управление Роспотребнадзоров осуществляет работу по выявлению контактных лиц. Также продолжается и дезинфекция, соответственно, пространств, квартир и, соответственно, чат офисов при случаях, если, соответственно, заболевшие новой коронавирусной инфекцией, имеют корпоративные очаги. За сутки проведено 1981 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии у нас проведено 953 558 тестов. На настоящий момент, оценивая ситуацию санитарно-эпидемиологическую в целом, необходимо обратить внимание на следующий факт, который не может сегодня не тревожить прежде всего власти республики. Оно связано с тем, что, несмотря на то, что количество больных, заразившихся, по данным Управления Роспотребнадзора, остаётся в пределах цифры 50-60 человек последние две недели, тем не менее количество тяжёлых больных не уменьшается на наших койках. Соответствующие меры принимаются и учреждениями здравоохранения, и соответствующими оперативными штабами на местах, в зависимости от того, где сегодня подобного рода большее количество тяжёлых заболевших. Перед учреждениями здравоохранения, перед первичным звеном, поставлена задача не допускать выявлять как можно раньше заболевших. В связи с тем, что для этого есть все соответствующие ЕФА и ЕХА-процедуры. В республике продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции, которая сегодня проводится в 44 медицинских организациях. В целом развернуло 156 пунктов вакцинации, создано 110 мобильных бригад. Необходимо обратить внимание, что первую вакцину у нас уже получили более 31 тысячи человек, в том числе за сутки, за прошлую у нас получила вакцину 2006 человек. Ну и по второй вакцинации у нас уже провакцинировано 14 324 человека. Необходимо обратить внимание, что сегодня вакцина, поступившая вторая партия, поступила еще партия, которая должна была быть, является нашим лимитом февраля месяца. Соответственно, на настоящий момент после маркировки она также будет доставлена в наши учреждения и в УЛУСы республики. Учреждения здравоохранения продолжают запись на вакцинацию. При возникновении вопроса и длительном ожидании, обращаясь к жителям республики, соответственно, направлять звонки на горячую линию для того, чтобы при необходимости урегулировать тот или иной вопрос, если он в какой-то мере возникает. Действительно, вопросов по вакцинации возникает достаточно много. Один из вопросов, который возникает и требует разъяснения, связанные с тем, что вторая вакцина ставится через определенное количество дней, через 20 дней. Поэтому у меня большая просьба. Вторая часть вакцины, которая ставится, она находится в том же медицинском учреждении, где была поставлена первая вакцина. Поэтому при планировании вакцинирования в обязательном порядке необходимо понимать и, соответственно, планировать постановку второй вакцины. Именно в том же медицинском учреждении. Безусловно, бывают исключительные случаи. Но в этой ситуации необходимо обратиться к врачам по месту жительства, и они уже будут принимать иные организационные меры. Хотя, еще раз обращаю внимание, все-таки вакцинацию необходимо планировать, исходя из того, что обе эти вакцины ставятся в разницу 20 дней.